Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев. Это канал Футбол. Это жизнь. Мы продолжаем с вами нашу карьеру за Ювентус. Сегодня два не очень таких интересных матча у Денезе и против Спала нам еще предстоит сыграть. Итак, как мы все знаем, у нас травмировался Криштиан Роналдо. Я немного придумал вот такую перестановку. В нашем стартовом составе Манжукич у нас занимает место Криштиан Роналдо. Во втором нашем составе я решил поставить Миранчука на позицию форварда. У него сменяется позиция с Цапника на форварда. Поэтому вот такие у нас изменения произойдут. Маркизио из первого состава у нас переместился во второй. Потому что во первый у нас попал Пьянич. Ну что ж, сегодня мы сыграем матч против УДНЗ. Здесь, скорее всего, это сыграет у меня второй состав. Потому что первый там после Лиги Чемпионов. Нужно им дать отдохнуть. Ну а вот против УДНЗ мы сыграем вторым составом. Попробуем, кстати, Миранчука в нападении. Итак, готовятся игроки. Сегодня тоже интересный матч. УДНЗ серьезный для нас соперник. Нужно показать себя с хорошей стороны. И постараться снова в большом преимуществе обыграть соперника. А вот так вот нам забивает Лазанья. На первых минутах закопошилась защита. Ювентуса с углового немного не разобралась. И Лазанья забивает свой седьмой мяч. Нужно теперь еще и отыгрываться. Миранчук. Отдает по флангу. И все. Все, не по флангу, а в штрафную. Отдавал прямо на Бентактура. Дожал Миранчук. Здесь хорошая еще и передача от Коноплянки была. Но здесь вот чуть ли не нарушение. И быстренько отдает на Бентактура. А тот забивает свой второй гол в чемпионате. Пас прямо сразу на Бентактура. А вот так вот на Коноплянку не ожидали. И Хадиров пушкой страшно забивает. Это Торнадо был удар сейчас. В исполнении сами Хадиры. Отличный прострел. Ушел от подката. Не стал падать. Мог желтую за симуляцию получить. Евгений Коноплянка. Да тут бы и штрафной бы только был. Но пушка все равно. Закладывает сами Хадиров. Выходим мы вперед. Четыре гола забил. Вкладывал Асамо. Отлично Хеведа сейчас отыграл. Очень хороший был отбор. А вот он и все-таки рашится. На 83-й минуте забивает. Нужно теперь нам снова выходить вперед. И все, друзья, ничья. Победное шествие останавливает Удинезе. Не удается Ювентусу дома обыграть. Серьезный клуб. Действительно, такие клубы-середники. Они могут огрызнуться с лидерами. И вот так вот Ювентус просто был не готов. Морально. К этой игре. Но два мяча мы все-таки сумели забить. И Дебала становится рейтингом 93. И теперь он становится ряды к Лионелю Месси, Крещену Роналду. Таких футболистов теперь только трое. У которых рейтинг 93. И так давайте посмотрим насчет состава. Так. Как ты понимаешь, нам нельзя будет взять Доноруму и Имобили. Да. Ну что же. На товарищеские игры нам придется взять Вивиану. И вместо Имобили нам придется взять Эдера. Итак, вот такие три голкипера. Буфон, Перин, Вивиану. Ни одного из них нет у нас в клубе. Буфон ушел еще в ПСЖ летом. Без нас. Келлини, Банучи. Банучи в Милане. Ругани мы все-таки, наверное, здесь поставили. Вот Флоренци, Кришета, Запакоста и Матео Дармиан. В полузащите Марко Верати, Федерико Бернардески и Клаудио Маркизио. Я вот думаю, взять ли вместо Маркизио могли бы мы взять Деройси. Просто посмотреть, как, например, именно цопник оборонительного плана полузащитник будет играть. Потому что Маркизио, мы видим его игру в клубе. Поэтому я решил все-таки давайте взять Деройси. Вот Бернардески, Джорджиньо, Деройси и Джакамо Бонавентура. Слева у нас есть Инсини на нападение Болотели, Белоти. Слева также в нападении Шарави, справа в нападении это Верди. В нападении Задзе и двое это Себастьян Джавинка и Эдер. Вот таким составом больше всего, естественно, у нас на нападающих едят. Потому что Италия это нападающая сборная, мне кажется, больше, чем оборонительная. Это, конечно, много есть защитников прям легендарных. У сборной Италии Буфон, Келлини и Бануччи, все такое там, Мальдини. Но все-таки надо нам проверить нападение у Италии. Поэтому мы и берем много нападающих. Нужно будет смотреть нам на них в товарищеских играх, которые уже состоятся в следующем выпуске. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видеоролики на нашем канале. Изменения в расписании. Кстати, там мы так уже поняли. Итак, что Лига Чемпионов, там четвертьфинальные матчи уже стали известны. Матиюди во Францию, Миранчук в России, Бонтактур в Уругвай, Коста в Бразилию, Белл Уэльс, Беллерин в Испанию, Бернардески, Келлини в сборную Италии, Хедира и Хеведес в сборную Германии. Но сейчас мы посмотрим, что там насчет Лиги Чемпионов. Итак, мы поговорили, что Тоттенхэм прошел дальше, Барселона прошла дальше, мы прошли дальше и Бавария. Давайте теперь. Прошел дальше Манчестер Сити, прошел дальше Мадридский Реал, прошел дальше ПСЖ и прошел дальше Манчестер Юнайтед. И, внимание, мы сыграем против Манчестера Юнайтед, не знаю, Крещан Роналду вернется ли к матчу против Манчестера на Олд Траффорд, это было бы шикарно, если Крещан вернулся. Ну и давайте, кстати, не посмотрели мы других соперников. Реал ПСЖ интересно будет, Барселон Тоттенхэм такой себе, ну и Бавария, Манчестер Сити тоже. Что там насчет Лиги Европы, у них еще играются 1-8, Зенит проиграл Ливерпулю разгромно, ЦСКА обыграл, кстати, Милан Аш. Итальянский клуб. А мой Краснодар вот в Лиге Европы играет пока что в ничью 0-0 с Кельном. Тут Зенит обыграл Бордо, прошел дальше Краснодар, Брагу. А вот ЦСКА, кстати, прошли Лион, нам тут говорят. А Спартак вылетел в 1-16 от Вильяреала. Сейчас мы посмотрим, как там ЦСКА-то все-таки. Да, они 2-1 просто обыграли. Ну что же, давайте перейдем к 29-му туру чемпионата Италии. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас забитых мячей. У нас забитых мячей 84. Нужно забить 16 мячей за 10 матчей. Это выполнимая задача. Мы еще ни разу не проиграли в чемпионате. С этой планочкой мы держимся очень даже хорошо. Разница, конечно, но у нас и разница лучше всех. 58 разница мячей. Но есть, кстати, и кто поменьше пропускает. Наполе, например, 22 мяча. Ну и все. Остальные тут, кстати, Самбдори мало пропускает. Хоть и на шестой строчке идет. Так что вот только Наполе мы уступаем по пропущенным мячам. У них лучшая оборона. Ну что же, выпускаем мы первый состав. Разгромим, так сказать, спал. Но таким-то самым мы действительно должны громить. Поехали. Итак, готовится Марио Манджукич. Лучший бомбардир чемпионата Италии. 21 забитый гол у Хорвата на счету. Матч против спала может стать ключевым в гонке бомбардиров. Выходит Ювентус. Мы видим первым ставом против слабого соперника. Значит, будут играть на атаку и на забитые мячи. Пьянич падает, и это пенальти. Давайте все-таки за Пьянича мы и пробьем. Кто заработал, кто-то будет пробивать. Что там у Пьянича, кстати, по пенальти? 79 неплохо. Так. Стрелочку мы уберем. И отлично прям в девятку забивает Пьянич. Делает счет 1-0. Вот оно возвращение Пьянича. Второе ждали многие. Действительно, мне кажется, прям в девятку забил. Ну, не в девяточку, но близко очень. Ну и без шансов для голкипера просто. Забивает. Мир Олимпиадский свой, кстати, первый гол. Так что с дебютом можно так сказать. Дуглас Коста. Хороший-то навес шел. И Мать Юди еще вот так вот в концовке первого тайма забивает. Это 2-0. Блэйз Мать Юди. Забивает. Ну, действительно, красиво. Здесь еще отскочил мяч. Он подхватил. И за пределом штрафной. Прямо в девятку. Снова не девятка, но под перекладинку. Голы красивые сегодня. Прямо как на подбор. И забивает Марио Манджукич. 22-й гол. Хорватского нападающего. Хорошо. Спокойно. А, это все-таки на Бивиане записали. Автогол. И все-таки забивает. Спал. Болельщики гликуют. Забил нам по лоши. И забивает Марио Манджукич. 1-4. Разгромный счет так и остается. Но гол тоже интересный. Здесь Дуглас Кост хорошо увидел Дебалу. Тот простреливает на Манджукича. И вблизи вратаря мяч пролетает. К сожалению, не прошла концовочка у нас. Но Ивентус все равно побеждает. С разгромным счетом. 4-1. Блэйз Матюди лучший игрок матча. Его оценка 9-1. В следующем туре мы встретимся против Милана. Вот это поинтереснее, мне кажется, игра будет. И он идет на третьей строчке. Сможем ли мы сейчас провести тренировку? Скорее всего, уже нет. Это там один день до матча. Но только Миранчука нам не получится прокачать. Почему бы не Джикию, к примеру. Алисон 88-ым стал. У него рефлексы теперь 90. Только не знаю, как это поможет нам. Алисон все пропускает пока что. Так. Все-таки зайду и поменяю Алисона. На Счестный. В этом составе. Посмотрим, как Счестный поиграет в первом. Ну, а в этом я поставлю Алисона. В практике, мне кажется, больше получает второй состав. Поэтому пусть вот Алисон как раз и покажет себя. Но что насчет сборной Италии? У нас два матча. Матч против сборной Чили. И против сборной Уэльса. Против сборной Чили я, скорее всего, выйду первым составом. Это Киеллини, Бануччи, Ругани. Слева у нас Инсини. Справа Бернардески. В центре поля Верати, Жорджинио и Дероси. И в нападении Белотис Балателли. Вот так вот. Если что, выпущу еще вместо Инсини Кришета. Во втором тайме я поменяю просто фланги на фланговых защитников. На Флоренции. Инна Кришета. Ну и также, может быть, Бонавентуру выпущу. Так, что насчет здесь второго состава. Давайте напишем второй. Схему я вообще менять не буду. Будем играть так же, как сборная Италии. Перин. Ну вот здесь тоже, да, проблематично. Скорее всего, придется нам за Папосту и сейчас. Флоренция, наверное, все-таки поставлю. Сейчас посмотрим, кто из них может играть на центральном защитнике. Вот Кришета. Флоренция. Так, ПФСЗ. Давайте вот так все и оставим пока что. Может быть, вот так вот, да. Слева у нас будет Шарави. Справа у нас Верди. Ну и здесь у нас Бонавентура. Кого бы еще здесь поставить. Вроде все бы отыграли уже. В нападение давайте сразу сделаем. Это Задза и Эдер. А вот Джовинка я бы как раз бы поставил бы. Все, вот так вот они все отыграют. Ну и еще и выпущу Вивиана. Если что, во втором тайме посмотрим на его игру. И также возьму Дармиан. Вот таких вот два интересных состава получаются. Джорджинио и там, и там. Ну посмотрим, как он вытерпит. Я могу также Джорджинио поменять в втором тайме второго матча. Ну и именно вот таким мы составом выйдем против сборной Чили. Ну что же, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, ставьте колокольчик. Ставьте лайки. Вам не трудно, а нам приятно. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.